Мы идем в ресторан Пушкин, ресторан русский прямо в центре Сан-Диего. Я вам о нем несколько раз уже рассказывал, и сегодня мы отправляемся туда с нашими друзьями. Замечательной семьей Ксени, Славой, Винсент, Искаем. Замечательные люди, мы их, честно говоря, мы влюбились, мы очень любим. Мы очень рады, что мы с ними познакомились. Я помню их. Ты помнишь их? Вот они едут, вон туда. Вот они едут, наши друзья. Сейчас паркуются. Мы едем только с этого, с океана, мы поплавали с ними сегодня и так проголодались. Они говорят, поехали куда-нибудь, порекомендуйте какой-нибудь замечательный ресторан. Я говорю, я во многих был, уже здесь довелось. Но лучше, чем Пушкин в Сан-Диего, не могу порекомендовать. Не могу порекомендовать. Это Миссанюта не была в ресторанах. Меня-то уже поприглашали местные бизнесмены на разные встречи. Я же ей не рассказываю все. Приходится во влогах паливаться. В ресторане Пушкин проходит русское караоке. Я один раз там был, делал съемки для этого мероприятия. И я обратил внимание, что не только русские приходят на песни поорать, попеть, но и американцы. Я, блин, вообще был в шоке, когда американцы пели, танцевали, зажигали. Не хуже, чем, знаете, русская душа. Стоим, ждем, пока ребята придут с парковки. Я заметил, внимание, 35 за ужин для двоих. Это для центра города. И для Сан-Диего это очень круто. Ну, недорого. Это вообще нормальная цена. Это вот я начал снимать специально для моего друга. Автобус такой, да, маленький такой автобус. Паша только проснулся, и он еще в ненастроении. У него вообще сегодня травматично опасный день. Он сегодня покалечил Маше в губу, дал. И... Искаю. Искаю пальчик, да. Он сегодня прямо у нас такой, этот самый, активный террорист. Я плавал в океане, и один парень из Сакраменто... Мы просто случайно встретились в океане два острова. Он говорит, это же сколько надо зарабатывать здесь, в Сан-Диего, чтобы жить. Я говорю, ну, живут разные люди, на стройке работают. И не имея своего бизнеса, живут и хорошо живут. Счастливо, вдоволь. Я бы сказал, по общеамериканским меркам достаточно не бедно. И, главное, очень позитивно. Видимо, здесь такой климат, и солнечная энергия одаривает людей позитивом и таким теплом, теплом, теплом. Поэтому живут нормально. Даже получая 15, 16, тире 18 долларов в час, снимают недорогое жилье. Идут наши друзья. Идут, идут, идут. Сейчас мы пойдем кушать. Это мы продуманные, мы взяли с собой. Это и есть наши друзья, наши теперь близкие друзья. Ксения. Так, вот, девчонки. Мисс Анюта, Ксения. Это Паша. Ну, Пашу-то вы все знаете. Говорит, ну, пока я их жду, я поем, говорит. Винс. Скажи, hello, Винс. Эй, привет. Слава. Скай, скайчик. Он только проснулся. Скайчик-кучеряшка такой, они с Машули подружились. Терява парочка смотрится вот так вот. Ну что, мы идем вот сюда, сейчас перейдем. И потом, скорее всего, мы зайдем вот сюда, в этот вот массажный, массажный, педикюрный салон. Там не сейфуд, поэтому с раком тебя точно там не перебудут. Я просто говорю, Слава загорел, так очень круто. Они на выходные ездили в Тахо, где мы жили вот, в Саус-Лейк-Тахо, и купались в этом пресном водоеме. Блин, мы тогда были, холодно было, нельзя было купаться. Ресторану, ресторан Пушкин. Я приглашаю вас с нами откушать. Мы закажем обязательно славянскую пищу, ну, русскую. И добро пожаловать в Пушкин. Все, кто приедут в Сан-Диего, ребята, пишите мне, а точнее, сразу направляйтесь на ресторан Пушкин. Вот мы входим в этот замечательный ресторан. Да, может, в принципе, кубка поместилась, но я не знаю, если много будет закатывать, может быть, не хватит места. У нас у вас есть. А? У нас у вас есть. Пойдемте. Я вернулся из России, делится впечатлениями из Приморья, так что друзьям из Приморья, привет. Привет, привет. А какой город? Уссурийск. Уссурийск. Уссурийск и Владивосток. Это у нас есть. Это у нас. Точно. Скажи мне, пожалуйста, я тогда еще интересовался, когда увидел тебя, ты бодибилдингом занимаешься, а не ты просто качаешься, то есть, ну, питание здоровое все так. Да, здоровое питание, тренажерный зал. Ну, просто такое это, слушай. У меня была травма недавняя. Красавчик. Поэтому восстанавливаюсь, вот опять пошел. А травма какая была? Травма плеча на трех связках. Ой, и тебе надо мазь. Тебе надо мазь, у меня есть мазь CBD. Вот у меня большие травмы были, то есть, ты втираешь мазь CBD, он не то, что снимает боли, он лечит связочки. Да, все. Я тебя обязательно подгоню. Так. Да. Все. Все. Теперь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...